Привет, просветители! Сегодня бы я хотел поговорить о нормализации насилия среди детей и подростков. Но не все же время на серьезную и грустную тему рассуждать. Естественно, никто в здравом уме... Окей, ну с никто я, возможно, слегка поторопился. Если просто вспомнить все эти новости последних месяцев. Не заявят, что насилие среди детей это норма. Травля некий этап взросления, и все должны его пройти. Твой рюкзак еще не выбрасывали в туалет? Да что ты вообще о жизни знаешь? Понятно, что все преподносится не так в лоб, особенно если мы говорим о каких-то общественных деятелях. Им ведь надо за языком следить. Хорошо, я сейчас пошутил. Здесь включается наше любимое «Не все так однозначно». И я, конечно, не поддерживаю, но... А как мы знаем, все, что дано, можно смело отметать. И вместо полной нетерпимости к буллингу... Травле... Нет, травлингу... Мы получаем что-нибудь из серии. А вот в нашем детстве мы постоянно драки устраивали. И вообще меня родители ремнем воспитывали. И ничего, нормальным получился. Очень, очень спорное утверждение по поводу нормальности. Да он же ребенок, они просто дети. Балуются. Ну и самое замечательное... В травле... Тоже можно найти положительные моменты. Заставка. Прошедшая неделя подарила нам богатую пищу для размышлений. Сразу же два резонансных выступления, скажем так... Удивили. Начнем, пожалуй, с мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Предыстория. Инцидент произошел 29 декабря возле школы номер 56. Но стало известно о нем только в начале января, после публикации в соцсетях. Двое детей возрастом 11-12 лет избили на улице одноклассников. Сначала ударили мальчика, а затем ногами били 11-летнюю девочку-сироту. После этого она оказалась в больнице, но в начале января ее уже выписали. По версии следствия, мама подростков была рядом, но не разнимала драку и, более того, сама нанесла удар. В других статьях говорится, что мать просто снимала все на камеру. Ну, понимаете, сам себе режиссер. Пострадавшую забрали в больницу, где медики диагностировали сотрясение мозга и ушиб живота. Еще одна заметочка на полях. После поднявшегося резонанса, заместитель начальника местного отдела полиции описал в соцсетях ситуацию, как скандал, раздутый из ничего. Когда его слова встретили негативную реакцию горожан, которые стали оставлять комментарии под записью, полицейский удалил опубликованное им сообщение. Итак, дано. 11-летняя девочка с отрясением мозга и ушибом живота. Надеюсь, все помнят, как у нас о женском здоровье беспокоится. Она же будущая мама. Странно, что еще не в роддоме. И в другом углу ринга мэр Нижнего Тагила. Как говорится, что могло пойти не так. Приблизительно все. К сожалению, сегодня у нас есть сеть интернет, да? Есть социальные сети. Это помойка, которую свет не видывал вообще на революционной сети. И вы, возможно, даже подумали, что вот сейчас начнется наша любимая песня. Во всем виноват интернет, компуктор, аниме и игры. Но нет, все гораздо прозаичнее. Социальные сети просто мешают замалчивать те или иные события. Как там начальник отдела полиции сказал? Скандал, скандал раздутый, из ничего. Вот, к большому сожалению, у тебя даже вынуждены будут у себя на страничке закрыть комментарии, кроме личных сообщений. Представляете, даже комментарии пришлось закрыть. Какие мы нежные. А вот у меня комментарии всегда открыты. Пиши не хочу. Пиши, я сказал. По всем событиям, которые у нас проходили в Новый год, перед Новым годом случились. Видовое событие, то есть мы в школе дрались каждый день. Эм, ну во-первых, рад за вас и вашу школу. Нет. Во-вторых, а что это вы так советскую систему образования дискредитируете? Какие еще ежедневные драки? Нам буквально две недели назад депутат Госдумы объяснял, что травля пришла из-за садамии. Не спрашивайте, лучше просто вот это видео посмотрите. Которая, в свою очередь, заняла вакантное место патриотического и пионерского воспитания. А тут, на тебе, в Нижнем Тагиле каждый день драки устраивали. Сотрясение мозга, наверное. Эд бы многое объяснило. И вот тут бы вполне логично было перейти к следующей мысли. В моем детстве было очень много жестокости. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы новые поколения с этим не сталкивались. Например, мне в школе, мягко говоря, не особо повезло с учителями. Поэтому я попытался стать таким педагогом, которого сам хотел бы видеть в своем детстве. Из чего-то плохого делаем что-то хорошее. И не наступаем на одни и те же грабли. Только вот живем мы, увы, не в идеальном мире. И поэтому, как и в 90% случаев разговора из серии, а вот мы тоже стрелки за гаражами забивали. А мы просто забивали. У меня было тяжелое детство. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Наталкивают на вывод. Вот и вы терпите. Все через это проходили. Или, как в этом выступлении, рядовое событие. Дочь, что из школы принесла? Сотрясение мозга? Опять ничего нового. Каждый день кому-то что-то с фингалом приходили домой. Там отец еще по затыльникам надоет за то, что ты с фингалом пришел. Из серии просто загибаем пальчики. Собираем бинго. Во, вообще, банальная радарация. Как ее распутили? Это, конечно, похвально, что вы про избиение детей и сотрясение мозга можете с улыбкой рассуждать. Всем бы вашу выдержку. Но, на мой взгляд, ничего банального в этой ситуации нет. И если она не вызывает, как минимум, удивление у человека, это очень многое говорит о состоянии общества. И в данной ситуации я вполне могу понять комментаторов, которые задали вполне логичный вопрос. А если бы это была ваша дочь? Да даже если и не говорить, а вот если бы твой ребенок, вся наша ментальная гимнастика и перебывание в воздухе здесь и проявляется. Если бы два здоровых лба избили мэра Нижнего Тагила, это вряд ли можно было бы назвать рядовым случаем. И не только потому, что пострадавший мэр. Здесь просто произошло преступление. Все коротко и ясно. Но нормализация насилия так и выглядит. Когда в такой же ситуации, но с детьми, ничего особенного. Просто раздули. Только вот сотрясение мозга и там, и там. Вопрос национального вопроса. Да? Вот тут совсем он не имел места никакого быть. И вообще просто был детский конфликт и не более того. Отлично. Национального конфликта там не было. Здорово. Но мы все еще имеем ребенка, попавшего в больницу. Детский конфликт и не более того, это когда Сережа назвал Машу дурой. Потому что Таня может на карте Казахстан показать. А, это Российское Министерство Просвещения. В данном же случае, это преступление. Вот сказать. Раскрутили так, кто раскрутил? Я вам говорю, 290 комментариев с украинских аккаунтов. Вот просто вот, вот сейчас любая позитивная новость, более тысячи полуцентов работает сегодня в днедружеском фронтах. Это основной украинский привод. Кто бы сомневался, нашли крайних. А у меня в телеграме под постом о вашей замечательной речи почти 900 комментариев. Тоже, наверное, сплошные украинцы накрутили. Кстати, у меня в телеге еще и голосование есть. Можете принять участие. Естественно, после того, как видео стало вирусным, мы услышали наше любимое. Меня не так поняли, я не это имел в виду. Такое ощущение, что нашим политикам перед вступлением в должность нужно экзамен по русскому разговорному сдавать. А то, что не очередной публичный обосрамс, одни и те же оправдашки, уже даже как-то скучно становится. Владислав Пинаев выпустил видеообращение, в котором признал, что его ответ был слишком эмоциональным. Он был вызван тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный, пояснил глава города. Добавив, что после неаккуратного высказывания ему стали поступать угрозы и оскорбления, однако заверил, что ситуация со школьницей с первого дня была у него на контроле. Вот так. Рядовая вроде бы ситуация, а с первого дня на контроле. Чудеса да и только. Система образования в Нижнем Тагиле одна из лучших. Мы создаем все условия, чтобы дети могли расти, учиться и осваивать новое. Например, сотрясение мозга. Что? Это новое. Ну вот, честно говоря, после вашего выступления совершенно другая картина в голове сложилась. Но тут, понятное дело, опять во всем соцсети виноваты. Сами понимаете, просто же ребята, просто же в больничку, просто же отправили. Че бухтеть-то? Никакого национального конфликта. Как представитель тех самых соцсетей, торжественно вручаю кринжульку недели Владиславу Пинаеву. Пока для одних избиение рядовое событие, другие пытаются найти плюсы в буллинге. Из серии «Не можешь поменять ситуацию, измени отношение к ней». Митрополит Рязанский Марк высказался о травле детей в школе и их сверстниками. Архиерей ответил на вопрос родительницы. Как бороться с буллингом в школе? И стоит ли переводить ребенка, попавшего в такую ситуацию, на домашнее обучение? Прежде всего, нужно научить ребенка состоянию бесстрастия, чтобы он не реагировал на какие-то вещи, которые его оскорбляют. Не пытался отвечать на провокации, считает священнослужитель. В стране, в которой существует такое понятие, как «оскорбление чувств верующих», Совет Митрополита звучит, ну, как минимум, странно. То есть вот, когда взрослый человек слышит что-то, что даже не конкретно его касается, а просто его религии, можно смело писать заяву. А когда ребенка унижают, оскорбляют, оскорбляют, не знаю, издеваются, нужно проявить отсутствие эмоций, бесстрастия. Так может быть тогда религиозным людям как раз-таки это самое бесстрастие показывать? А то у нас чуть что, различные активисты прям вперед паровоза. Эти оскорбили их чувства, те меня оскорбляют, на этих смотреть не могу. А детям, оказывается, нужно бесстрастными быть. Просто как-то немножко не согласуется все это. Но совет, безусловно, хороший. А может быть мы в первую очередь с зачинщиками травли и их родителями работать будем? Безусловно. Иногда нападающие именно ответные реакции ждут. Но для многих молчание со стороны жертвы, простите, бесстрастие, это настоящий карт-бланш на продолжение измывательств. Это же сказка какая-то. Ты делаешь все, что тебе в голову взбредет, а он просто молчит. Жизнь человека протекает в разных условиях, в разной среде. И поэтому примеры буллинга могут быть вакциной, чтобы человек, входя в жизнь, понимал, что это не просто прогулка, а испытание. В том числе, это испытание от ближних, заявил Марк. Ну, по такой логике девочка из Нижнего Тагила уже вторую дозу вакцины получила. Никаких сомнений, что жизнь это испытание, скорее всего, не осталось. Только вот стоит понимать еще две вещи. Во-первых, то самое бесстрастие у абсолютного большинства людей рано или поздно закончится. Потому что порой травля принимает максимально пугающие извращенные формы. И в итоге мы опять слышим, что либо жертва в окошко отправилась, либо своих обидчиков туда же. Надо было еще просто потерпеть. Было бы, конечно, неплохо показать митрополиту статистику детских Роскомнадзоров и рассказать о том, сколько детей после вакцинации оказываются в ПНД. Второй момент. Издевательство в детском подростковом коллективе с очень большой натяжкой можно назвать подготовкой к конфликтам во взрослой жизни. Потому что за исключением пребывания в закрытых группах, например, в службе в армии, у взрослого человека шанс встретиться не просто с плохим отношением и конфликтами, а именно буллингом, гораздо меньше, чем у ребенка. Нашел отличный комментарий, который, как мне кажется, прекрасно иллюстрирует эту мысль. Я что-то во взрослой жизни не встречала примеров буллинга. Никто не тыкает пальцем в коллегу, если у нее снуглая кожа. Не закидывает рюкзак хилово си с админа на шкаф, чтобы посмотреть, как он будет за ним прыгать. Не подкладывает кнопки на стул бухгалтера, не выдавшего вовремя зарплату. В туалете все цивилизованно писают, а не размазывают кровь соперницы по ботку унитаза. А еще во взрослой жизни я встретилась с законами. И оказалось, что даже случайно уронив чужой телефон или поцарапав машину, за это нужно платить, а ударив человека, иметь дело с полицией. В моем детстве затухающего буллинга был настоящий повелитель мух. Единственный закон – закон джунглей. И это не научило меня жизни, это научило меня бояться людей, читая их зверьми. Лучше, я думаю, и не скажешь. Предвосхищая комментарии. Я знаю, что и во взрослой жизни люди могут столкнуться с буллингом. Безусловно. Но шансы этого значительно меньше, чем в детском коллективе. У одного все дерутся, ну, мы что ж терпели. У второго потерпи, по взрослой жизни пригодится. Вот так фокус у нас и смещается с тех, кто травит, на тех, кто неправильно реагирует на травлю. Печально это все, господа. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Бусти. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну и громадная, отдельная благодарность отправляется министру просвещения моей странички Бусти. Благодарю за поддержку. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и будьте добрее.